В Шымкентском парке, который открыли только прошлой осенью, засыхают сотни деревьев и кустарников. Новую поливную систему признали аварийной. Дети в поиске обещанных игровых площадок, а взрослые требуют построить фонтаны, которые предусмотрены по плану. Мифический зеленый оазис обошелся бюджету больше чем в 300 миллионов тенге. Вот только люди уверены, строители сильно сэкономили. А Герем Бухтаева об ожиданиях и о реальности. Писарди, можжевельник и ели, породистые дорогостоящие деревья и кустарники должны были сейчас радовать глаз местных жителей. Но растениям не до цветения. Они пытаются выжить в жарком Шымкенте. Местные пейзажи напоминают больше глубокую осень, нежели начало лета. План застройки этого парка чиновники много раз торжественно презентовали жителям. Вот только люди не могут досчитаться большей части объектов и теперь уже насаждений. Качелей для детей не хватает. Один катается, 10 детей ждут, стоят. Газон весь пересох, полива нету, ухода нету за парком. Деревья все умерли. Двух тысяч деревьев было засажено в этот парк. Для озеленения. Уже почти 70% деревьев уже высохло. О нелегкой судьбе этой части Шымкента знают многие. Здесь на протяжении 20 лет располагался мусорный полигон. После череды скандалов местность очистили и пообещали посадить зеленый оазис. Несколько фонтанов, огромные детские площадки и густой газон. Вот только большая часть так и осталась на бумаге. Бюджету этот парк стоил больше, чем 300 миллионов тенге. Они даже места приготовили для фонтанов. И где? Не построили. В последний раз вода здесь шла осенью. Это что за отношения? Мы столько лет жили у мусорного полигона. Нам построили парк и вот его решили забросить. Столько денег на ветер. По словам чиновников, фирма, выигравшая тендер, поставила сумму в разы меньше за проведение работ, поэтому на фонтаны средств не хватило. А недостающие элементы для детских площадок в скором времени должны закупить за счет районного бюджета. Разобраться обещают и с поливной системой. После устранения всех замечаний, этот парк будет одним из самых показательных в стране, уверены в Акимате. Да, поливная система действительно находится в аварийном состоянии. Она изначально была проведена неправильно. Мы ждем запчасти из России. Сейчас из-за ситуации на Украине все поставки задерживаются. Нам обещают доставить необходимое оборудование в течение нескольких недель. Как только все придет, думаю, мы оживим. И газон, и насаждение. Растения, которые без воды не выдержат знойного шимкентского лета, осенью обещают убрать и посадить другие, более выносливые.